Утро понедельника. Глава Анапы встречается с матерями воинов-афганцев, погибших при исполнении воинского долга и ветеранами боевых действий. Сегодня, по словам Сергея Сергеева, почетная обязанность каждого – помнить о подвиге тех, кто не вернулся с этой войны. Честовать здравствующих! Государство увековечило день вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан, день окончания вывода 15 февраля 1989 года. Но с прошествием времени наша страна имела несчастье участвовать еще в нескольких конфликтах, военных конфликтах, которые рождались для того, чтобы защитить наше государство. Я действительно так считаю. И сегодняшние события, которые происходят вокруг нас, наши дети, внуки, которые сегодня находятся в Сирии, которые поддерживают конституционный строй на Северном Кавказе, находятся в режиме, что греха таить, войны. Поэтому, мне кажется, то, что мы сегодня проводим и будем проводить ежегодное мероприятие в сквере боевой славы, это нужно сегодня больше не нам, а тому поколению, которое должно запомнить. Городские власти и ветеранские организации давно и успешно работают вместе. Цель одна – не оставить без внимания тех, кто сегодня нуждается в поддержке. Поручения главы Анапы о помощи мамам погибших парней воплощаются в конкретные дела. Сертификаты на санаторное лечение, закрепление за каждой семьей сотрудников администрации и другое. Общественники вносят свой вклад в общее дело. Узы боевого братства и память о ребятах, которые остались на афганской земле, конечно, нас обязывают окружить вас вниманием заботы, окружить внимание заботы раненых и инвалидов, отдать дань высокого уважения всем тем, кто исполнил свой долг перед Родиной. И в решении этих задач перед ветеранскими нашими организациями помощь оказывает огромный и муниципалитет города Курорта Анапы. В завершении – награждение. И спустя годы этим людям есть за что сказать спасибо. Их гражданская позиция – не просто слова. После встречи – митинг, посвященный памятной дате. В сквере боевой славы собрались те, кто прошел дорогами Афганистана. В одном ряду с ними ветераны Великой Отечественной войны. И море людей. Анапчане не забывают о своих земляках. Сегодня ветераны Афганистана и Чечни с успехом принимают от ветеранов Великой Отечественной войны эстафеты патриотического воспитания подрастающего поколения. В школах, вузах, техникум, в войсках коллективах. Они говорят правду о той войне, рассказывают, как это было. Оказывают материальную и моральную поддержку семьям погибших. Активно участвуют в общественной работе. Лидия Веремеенко не дождалась войны своего сына Юрия. Боль утраты бередит сердце. И потому всем она сегодня пожелала одного – мира и любви.